Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 1 марта, в неделю Сиропусную, когда совершается воспоминание Адамова изгнания, Православная Церковь творит память священномученика Ермогена Патриарха Московского и вся Россия Чудотворца. Священномученик Ермоген происходил из донских казаков. По свидетельству самого Патриарха, он был священником в городе Казани при Казанской Гостинодворской Церкви во имя святителя Николая. Вскоре он принял монашество и с 1582 года был архимандритом Спасо-Преображенского монастыря в Казани. 13 мая 1589 года Хератонисан воепископа и стал первым казанским митрополитом. В служение святейшего патриарха в Казани совершилось явление и обретение чудотворной казанской иконы Божией Матери в 1579 году. Будучи еще священником, он с благословения тогдашнего казанского архиерея Иеремии переносил новоявленную икону с места обретения в церковь во имя святителя Николая. Обладая незаурядным литературным дарованием, святитель сам составил в 1594 году сказание о явлении чудотворной иконы и совершившихся от нее чудес. В 1591 году святитель собирал в Кафедральный собор новокрещенных татар и в течение нескольких дней наставлял их в вере. В 1592 году были перенесены мощи святителя Германа, второго казанского архиепископа. По благословению патриарха Иова святитель Ермоген совершил их погребение в Свияжском Успенском монастыре. Святитель Ермоген проявлял ревность по вере и твердость в соблюдении церковных традиций. Заботился о просвещении веры Христовой казанских татар. В 1595 году при деятельном участии святителя совершилось обретение и открытие мощей казанских чудотворцев святителей Гурия, первого архиепископа Казанского и Варсонофия, епископа Тверского. По благословению патриарха Иова и по повелению царя мощи новоявленных чудотворцев были поставлены в новом храме. Святой Ермоген сам составил жития святителей Гурия и Варсонофия. За выдающиеся архипастерские качества митрополит Ермоген был избран на первосвятительскую кафедру и 3 июля 1606 года он возведен собором святителей на патриарше престол в Московском Успенском соборе. Митрополит Исидор вручил патриарху посох святителя Петра московского чудотворца, а царь принес в дар новому патриарху Панагию, украшенную драгоценными камнями, белый клобук и посох. Деятельность патриарха Ермогена совпала с трудным для русского государства передом нашествием самозванца Алжед Дмитрия и польского короля Сигизмунда III. Первосвятитель все свои силы посвятил служению Церкови и Отечеству. В этом подвиге патриарх Ермоген не был одинок. Ему подражали и помогали самоотверженные соотечественники. С особенным вдохновением противостоял святейший патриарх изменникам и врагам Отечества, желавшим ввести в Россию униатство и католичество и искоренить православие, поработив русский народ. Уже из заточения священномученик Ермоген обратился с последним посланием к русскому народу, благословляя освободительную войну против завоевателей. Русские воеводы не проявили согласованности, поэтому не смогли взять Кремль и освободить своего первосвятителя. Более девяти месяцев томился он в тяжком заточении и 17 февраля 1612 года скончался мученической смертью от голода. Освобождение России, за которое с таким несокрушимым мужеством стоял святитель Ермоген, успешно завершилось русским народом. Тело священномученика Ермогена было погребено в чудовом монастыре, а в 1654 году перенесено в Московский Успенский собор. Прославление патриарха Ермогена в лике святителей совершилось 12 мая 1913 года. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых великомученика Феодора Тирона, преподобного Феодора Молчаливого Печерского в Дальних Пещерах, праведной Мариамны, сестры апостола Филиппа, празднуется обретение мощей мученика Мины Каликелада, а также священномучеников Михаила Никола Горского и Павла Косминкова-Пресвитеров, мученицы Анны Четвериковой. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Сегодня особый день, прощенное воскресенье, поэтому по доброй христианской традиции я испрашиваю у всех вас прощения, велико согреших делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. Простите меня грешного и благословите, и я прощаю вас. Редактор субтитров А.Семкин